Хотя саладу от восени немогчима с больничного ложку, берахчусь обе и поспеть зарабить пришепку от гриппу, а так само запастись масками и антисептиками, закликают медики и эпидемиологи. В регионе рост захворывания на вострые респираторные инфекции. Части региструют АД на вирус, з'явились так само вирусы гриппу В и пандемичный H1N1. Наши корреспонденты побывали у Гомельским областным центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, как доведаться об ситуации. Несмотря на то, что сейчас у нас вакцины опробованы, уже доказаны свои эффективности, а только на экспериментальном уровне еще нет от коронавируса, поможет ли, если люди сделают вакцину от обычных циркулирующих вирусов гриппа? Как это будет влиять на снижение заболеваемости коронавирусом? Какая тут связь будет? Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, этот путь отслеживания, как вакцина повлияет на коронавирус, мы будем проходить впервые, но уже ученые нашей республики и других стран проводят какие-то исследования, которые однозначно говорят о том, что прививка от гриппа позволит организму больше сопротивляться коронавирусу и, соответственно, облегчить течение, либо, может быть, и вообще избежать этой инфекции при столкновении организма с коронавирусной инфекцией. Вопрос, который, наверное, интересует многие, когда нам ожидать пик заболеваемости коронавирусной инфекции? Он будет совпадать с пиком по гриппу и нашим сезонным привычным инфекциям, либо это будут совершенно разные пиковые периоды? Ну, я хочу сказать, что по коронавирусной инфекции мы уже наблюдаем некоторый подъем и где-то у нас от пиковых показателей первой волны уже мы имеем около 45% заболеваний и количество случаев увеличивается. Поэтому и наша настороженность, и мы призываем население быть более настороженным уже к коронавирусной инфекции. Ну, а пик по коронавирусной инфекции где-то, мы предполагаем, будет в ноябре, исходя из того увеличения, которое сегодня мы имеем. Раз пик ожидается скоро, самое время вспомнить о своем здоровье, безопасности своих близких и надеть маски, запастись антисептиками, и уже стараться избегать мест массового скопления людей. Да, вы совершенно правы. Уже настало время задуматься по профилактике. И опыт работы наш в первую волну однозначно показал, что 4 пункта по профилактике ковидной инфекции работают. Первое – это использование масок. Второе – это дистанцирование метр-полтора. Третье – это антисептики и дезсредства для мытья рук. И четвертое – это использование для уборки помещений и поверхностей рабочих дезинфицирующих средств ежедневно с определенной периодичностью. Вот это тот минимум, который обеспечит значительную долю профилактики ковидной инфекции. Вот если забота о себе лежит лично на нас, и уже это наша совесть и ответственность носить маски, пользоваться ли такими средствами, то за предприятиями, организациями, магазинами, учреждениями системы образования пристально следите вы. Прекращалась ли эта работа, были ли поблажки на летний период, допустим, пока было снижение, либо вы также внимательно отслеживали, чтобы все было в наличии. Конечно, растет заболеваемость, и, конечно, активность санитарного контроля тоже увеличивается однозначно. Это было всегда, и не только по ковидной инфекции. Но свои контролирующие функции, в том числе по противоковидным мероприятиям, они у нас не останавливались. Вот в течение года, сколько мы имеем дело с этой инфекцией, столько мы ведем контроль, может даже больше разъяснительную функцию, в том числе и среди коллектив указанных объектов, для того, чтобы люди, выполняющие свою работу, понимали, насколько это важно, как вы правильно сказали, не только для своего здоровья, но и для того, чтобы приостановить распространение этой инфекции. И последнее, вот вы как специалист хотелось бы, чтобы обратились к нашему населению, которое, может быть, еще достаточно беспечно относится к своему здоровью, с призывом, чтобы они себя берегли. Да, я рада, что мне сегодня представлена возможность обратиться к нашим гражданам. Я хочу сказать, что ситуация на самом деле увеличивается по заболеваемости ковидной инфекции. И поэтому настало время нам с вами вместе постараться активно внедрять профилактические мероприятия. Еще раз повторюсь, это маска, это дистанцирование, это мытье рук и свои дома, помещения, в которых вы работаете, тоже возьмите за привычку использовать средства для их уборки. Я думаю, это тот минимум, который несложно выполнять и нам будет по плечу тогда борьба с ковидной инфекцией. Будьте здоровы!